Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. С сегодняшнего дня я приступаю к целой серии видеороликов на тему подкормка рассады. Вот сегодня начну с подкормки рассады томатов. И все это, так как эта тема очень большая, она многогранная, я разделю ее на три части. В первом видеоролике буду рассказывать, нужна ли подкормка рассаде, вот такой юной, молодой. Может быть она и не нужна. Вторая часть, второй видеоролик буду снимать о симптомах голодания рассады. Как узнать по состоянию рассады, нужна ли подкормка и какая именно. И третья часть, опишу все минеральные, органические удобрения, какие можно применять, какие лучше, какие хуже. Как видите, вопросов очень много и в одной теме смешивать я не хочу. И в конце расскажу о народных средствах, которыми можно обойтись без применения покупных магазинных средств. Вот сегодня как раз я вынесла свою рассаду на еженедельное опрыскивание, которое, как я говорила, что раз в неделю по воскресеньям я поливаю, а раз в неделю посреди недели без полива я просто провожу опрыскивание. И как раз на примере своей рассады я сейчас расскажу про подкормки. Подкормка рассады томатов. Нужно ли ее делать? Вот выращивание рассады, именно томатов, в последние годы для многих из простого хобби превратилось в насущную необходимость. Потому что, во-первых, на рынке не всегда найдешь рассаду именно того сорта помидор, который тебе нужен. Могут еще под видом этого дать и другой. А с другой стороны, качество рассады покупной, конечно, не сравнишь со своей домашней. Вот только вырастить ту самую, свою домашнюю, крепкую, здоровую, хорошую рассаду, это дело непростое, особенно в условиях городских квартир. Ну и даже вот у меня частный дом тоже не совсем подходящие условия для выращивания рассады. Очень часто, особенно начинающим огородникам, они сталкиваются, вот им кажется, что нужно скорее кормить с первых дней. Им кажется, что рассада растет какая-то тоненькая, хилая, вот не такая она. Что же делать? И многие приходят к решению, что ее необходимо обязательно подкормить. Начинают проделывать это часто, в несоизмеримых количествах. Ведь они такие крошечные, им надо совсем-совсем миллиграмм. А некоторые льют, поливают их, кормят. А ведь подкормка рассады помидор, дело очень тонкое. И навредить здесь даже легче, чем помочь. Я всегда говорю, лучше не докормить, чем перекормить. Перед тем, как что-то предпринимать, необходимо разобраться, когда, как, чем лучше подкармливать рассаду помидор. И нужно ли это делать вообще. Вот сегодняшняя сейчас моя тема вот этого видеоролика, когда это делать не нужно. Когда вы можете обойтись без подкормки. Если вы, вот как я, например, посадили семена помидоров в составленную своими руками по проверенному рецепту почву, или купили в специализированном магазине специальный покупной грунт именно для томатов, хорошего качества, от надежного производителя, который вам кто-то порекомендовал, вы уже знаете точно, что этот грунт уже все полностью составлен, то скорее всего нет необходимости задумываться о том, что подкормить рассаду томатов нужно чем-то. И вообще до момента высадки в грунт или в теплицу, или на грядку трогать ее не нужно. Ей вполне хватит для хорошего роста тех питательных веществ, которые были заложены в грунте. Особенно если при пикировке вы меняете грунт на свежий, или еще добавляете в каждый отдельный лоточек ложку какого-нибудь органического удобрения. Вот я вот эти томаты распикировала неделю назад. Конечно, грунт я поменяла. Тот лоток, когда я освободила от сеянцев, я его пролила снова фитоспорином или марганцовкой, какой раствор у меня есть под руками, складываю в мешок и оставляю. Через месяц, он отлежится, ну там неделя-две месяца, вот у меня в конце марта будут посевы скороспелок, я туда добавляю золы немножко, добавляю перегноя и я снова в него посею. Но вот эти вот, которые я пикирую, обязательно свежий грунт. Он полностью питательный, составленный мной из чернозем, перегной и ложечка золы в каждый вот такой лоток. Этого количества хватает томатам, чтобы, ну, дорасти до такого состояния, пока я их не пересажу в другую емкость. Видите, они такие маленькие. Им не очень много нужно, я их никогда не пичкаю, потому что особенно ранние посевы, вы представьте, что будет с ранними посевами, если их раскормить. Они разрастутся, будут мешать друг другу. Я смотрю по внешнему виду. Маленькие, компактные, зеленые, красивого цвета, идеальное состояние, значит трогать их не нужно. Но если все-таки, даже в этом случае, когда вы и меняете грунт, и добавляете золу, но вид рассады вас смущает, вам кажется, что она недостаточно хороша, но не удовлетворяет, то дело, скорее всего, даже не в подкормке, а в неправильных условиях, которые были созданы рассаде помидор с самого первого момента произрастания их. В большинстве случаев, именно из-за нарушений условий содержания рассады, вид ее далек от совершенства. Вот что же именно влияет на рост и развитие рассады, и как узнать, именно подкормка нужна, или внешний вид просто от недостатка чего-то. Мы должны знать, что именно мы должны им предоставить, что они от нас требуют. На первом месте, конечно, стоит солнечный свет, ну или хотя бы искусственный свет. Вот сейчас, январь, я посеяла вот эти 29 января, они росли весь февраль. Но по их внешнему виду, вы видите, прекрасно они выглядят, не скажешь, что им не хватало света, потому что у меня лампы, обязательно досвечиваю. Света в этот зимний период должно быть много, очень-очень много. Вот в первые сутки некоторые специалисты даже рекомендуют включать лампу круглосуточно, но это только первый и второй день, вот когда появляются ростки, чтобы они не повытянулись. Вот они вышли, свет, все, и они дальше не тянутся вверх. В дальнейшем рассаде помидор необходим ночной отдых. Я в 8 утра включаю, в 8 вечера выключаю. 12 часов им, как и нам людям, мы вот сами включаем свет, я и им включаю. Им этого хватает. Если будет мало света, будут проблемы. Вот этот, не буду вдаваться, но там образование хролофира, этот хлорос, именно цвет рассады будет у вас нехороший, бледненький. Без достаточного количества света рассада будет еще, мало того, что бледная, она будет тоненькая и вытянувшаяся. И удобрения вряд ли вам помогут, даже если вы будете комплексными удобрениями подкармливать, они все равно будут такие же тоненькие и вытянувшиеся, если будет мало света. Ну, разве что вот специальные средства рекомендуют эпин, циркон, они помогают растениям пережить неблагоприятные условия, но все равно они не сделают их толще. Только от света, от обилия света растения делаются коренастенькими. Вот на втором месте у нас стоит температура. Наиболее частая ошибка, особенно начинающих огородников, заключается в том, что они продолжают содержать рассаду томатов после появления всходов при той же довольно высокой температуре. Я уже даже снимала видео на этот, по этому поводу, что почему нужно менять, понижать температуру, чтобы они не вытянулись. Особенно вот эти, сейчас передвину, вот эти вот, которые высокорослые томаты, если вы их после появления петелек не поставите в более прохладное место, они обязательно вытянутся. Но это создать, конечно, в городских условиях бывает сложновато, но все-таки лучше всего будет, если как только покажутся петельки, на какое-то время в прохладное помещение их ставить. Ну, подоконник, например. И если, вот, например, вы не сделаете это кратковременное понижение температуры и еще будет мало света, то рассада никогда не будет у вас толстой, коренастой, здоровой. Она будет тонкая, вот как я их называю, буду лыжи на эти, блиночки, ниточки. Секрет образования хороших корней и дальнейшего быстрого развития заключается именно в понижении температуры содержания рассада помидор сразу после их появления всходов. Вот как только всходы взошли, на 5-6 градусов нужно понижать. И перепад дневных и ночных температур тоже очень нужен. Такой режим необходимо поддерживать в течение нескольких недель до первой пикировки рассады. Вот сейчас я рассаду вот эту распикировала, всю ее можно теперь всю дальнейшую ее жизнь до теплицы содержать в теплых условиях. Только в первое время, когда они маленькие и когда они тянутся. Ну и третьим фактором, конечно, я считаю вообще самым важным является влажность почвы или полив. Здесь самая распространенная ошибка является перелив рассады помидор в первые дни, недели, даже месяцы. Я об этом снимала много раз видео, что я даже при посеве поливаю только бороздки, междуряди не поливаю. При пикировке поливаю только под корешок, вот под корешок вот сюда. Вот только поливаю под корешок, междуряди не поливаю. Поливаю только раз в неделю, остальное время только опрыскиваю. Стараться не увлажнять почвы. Мало того, что именно перелив является самой распространенной причиной гибели рассады от так называемой черной ножки. Но если ей все-таки удастся выжить, перелив, если продолжается, начнут желтеть листья. Вот если у вас листики начинают желтеть, но, к сожалению, я не могу вам показать, у меня вот даже семидольки зеленые, нет желтых листьев. Но если у вас начинают желтеть листья и только снизу, вот эти вот семидольные, например, начинают желтеть, то, возможно, не хватает азота. А неопытные огородники могут решить, что рассада голодает, что у нее общее голодание, и начинают срочно ее подкармливать всем подряд. И комплексными, в которых там другие есть элементы, которые им совсем не нужны. И вот, но листья желтеют иногда от перелива. Поливать томаты необходимо только тогда, я уже много раз и повторю еще раз, когда верхний слой земли основательно подсохнет. Я уже показывала, когда вот эта земля будет сухая, только тогда нужно поливать. Необходимо также отметить, что удобрения для рассады томатов не нужны. Вот удобрения все эти в виде подкормок не нужны до раскрытия первых настоящих листьев. А обычно это совпадает с первой пикировкой. То есть, если подвести итог, то можно сказать, до того, как вы рассаду распикируете, не нужно задумываться о подкормках. Она еще такая крошечная, ничего ей не нужно. Вот закончить этот видеоролик я хочу, так, опять соберу все вот эти тезисы в кучу. Если вы посеяли семена в свой грунт, питательный, составленный, проверенный рецепт, или купили хороший грунт, не нужно ничем подкармливать, если рассада выглядит хорошо. Осматривайте ее. Вот посмотрели. Вот я вынесла сегодня опрыскивать, посмотрела. Листики зелененькие, даже семидольки зеленые, нет у меня ни пожелтения, никаких изменений цвета листьев. И на внешний вид вот нравится она, хорошая, здоровая рассада. Не надо ничего делать, подкармливать. Я вообще вот в таких стадиях маленькую рассаду вообще никогда не подкармливаю, да и большую тоже. Это особенно вот замена грунта, при пикировке новый грунт, в стаканчике буду рассаживать, снова новый грунт. Это помогает мне сохранить, как сберечь свое время. Вот вы представьте, я сейчас посею несколько корней, несколько тысяч корней, когда мне их подкармливать. Конечно, мне проще сразу хорошую землю посадить в хорошую землю и ничего потом. Только поливаю и опрыскиваю все. Значит, если вы сеете в хороший грунт питательный, и если у вас внешний вид рассады прекрасный, вам ничего, никакие подкармки не нужны. Но если все-таки внешний вид рассады вас не устраивает, то разберитесь досконально. Возможно, подкармка вам не нужна, а нужно изменить какие-то условия содержания. Может быть, мало света, может быть, сильно поливаете, нарушаете режим полива, может быть, температура неподходящая. И только тогда, когда вы создадите идеальные условия, и все-таки рассада будет у вас плохого внешнего вида, тогда разбирайтесь, что нужна подкормка. Но и в этом случае нужно выяснить, какая именно подкормка нужна, и чего именно не хватает вашим томатам. Вот о симптомах голодания рассады я расскажу в следующем видеоролике. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И это тема. Подкормка рассады томатов. Нужна ли она вообще? И если нужна, то какая и чем подкармливать?